Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина, и сегодняшнее видео я предлагаю посвятить, как кофе и различные энергетические напитки влияют на твоё сердце. Вопрос очень интересный. Не так давно на канале я выпустила видео, вообще можно ли пить кофе мужчинам, какое влияние кофе оказывает на потенцию. Очень видео набрало много комментариев, спасибо большое. И в этих комментариях вы просили разобраться, как кофе и энергетики влияют на сердце. Давайте сегодня разберёмся. Вопросов очень-очень много, поэтому смотрите сегодняшнее видео до конца. Также, друзья мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, подписывайтесь, задавайте интересующие вас вопросы. И, конечно же, жду ваше мнение в комментариях. Почему так сейчас часто буду говорить о кофе, буду говорить, как кофе влияет на сердце, на потенцию, потому что кофе является супер популярным напитком на сегодняшний день. И многие, кто, как я уже говорила, дома варят кофе, очень много открывает кофе, даже различных, так сказать, аппаратов, где хорошее сваренное кофе, но можно приготовить достаточно быстро, нажав там пару клавиш, буквально. Так вот, кофе пользуется спросом, особенно в крупных мегаполисах, в утреннее время, да вообще, мне кажется, в любое время мы можем увидеть просто идущих людей со стаканом кофе, да? Ну, я имею в виду, которая с собой. Соответственно, давайте всё-таки разберёмся. В этом видео я буду опираться на исследования, которые были проведены. Исследования крупные, исследования центровые, где принимало участие очень много человек. Так вот, действительно, в одном из исследований, их было практически 17, где принимали участие в этих 17 исследованиях более 200 тысяч человек. И смысл исследований было в том, что выявляли связь между употреблением кофе и наступлением инфарктов. Так вот, в чём самая интересная история? Что учёные нашли связь, когда люди пили кофе, соответственно, мужчины, женщины, в день выпивали больше трёх-четырёх чашек. То есть вот у них эта связь как раз-таки была. Если мы говорим про две чашки кофе в день, а именно международная организация FDA это сделала нормативный показатель 400 миллиграмм, то есть две чашки, то такой связи, такой взаимосвязи не было. Опять же, кофе содержит потрясающие свойства для организма. Как мы уже сказали, является нейростимулятором. То есть особенно люди, кто часто работает в ночные смены, занимаются какими-то перевозками, этот напиток необходим. Но смысл именно в том, что нужно акцентировать внимание на дозировке кофе и что туда добавляется. Одно дело, вы пьёте американо, другое дело, вы пьёте капучино, совершенно другое. Следующее дело, если вы пьёте кофе с различными сиропами, ну, допустим, раф условно, или там в капучино добавляете какие-то сиропы. Это совершенно другая история, потому что там содержится очень-очень-очень много сахара, плюс содержится молоко. То есть мы говорим про американо, это именно две чашки в день. Соответственно, датское исследование, которое проходило достаточно долго, смысл его был в том, что кофе в чай добавляли сахар и смотрели реакцию на сердечно-судистую систему. Поскольку люди выпивали две чашки в день, но с небольшим количеством сахара, чайной ложки, какого-либо влияния на организм не было. Но как только доза увеличивалась, уже замечали проблемы, проблемы с сердцем, проблемы с сосудами. Дорогие друзья, специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь» доктора Ольга Придухина. Препарат, который оказывает воздействие на твою потенцию, потрясающе влияет на твое либидо, повышает тестостерон, и ты уже практически с первых дней приема чувствуешь себя намного лучше. С хорошей потенцией, с хорошим тестостероном и с хорошим уровнем либидо. В своем составе содержит цинксилен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншени и ее химбина, который оказывает воздействие на твою потенцию с первых дней приема. Абсолютно натуральный, не содержит ароматизаторов, красителей, тяжелых металлов, ртути, фенолов, поэтому рекомендуется длительный прием, без пропусков. Также я напоминаю, что совмещать прием мужской мощи с алкоголем, с курением нельзя, ни в коем случае. И соответственно, также рекомендуется более-менее правильно питаться, я крайне рекомендую, и поддерживать физическую активность для хорошего самочувствия. Ссылка для заказа первая в описании под этим видео, поэтому переходите, заказывайте, пробуйте, ощущайте эффект. Многие мужчины уже почувствовали потрясающий эффект мужской мощи. Ну что, друзья, теперь давайте все-таки подытожим, да, то есть кофе пить можно, но следить за тем, сколько вы выпиваете. Если не две чашки, то можно, если больше четырех, то это уже значительное влияние на твою потенцию, оказывается негативное, твое либидо и сердечно-сосудистую систему. Если мы говорим про напитки, да, про энергетические напитки, энергетики, это вообще определенный бич, бич современности. Там содержится достаточно большая доза кофеина, до 400 миллиграмм, плюс содержится огромное количество сахара, то есть очень много сахара. Соответственно, этот сахар, что происходит? Вы пьете энергетик, за счет большого содержания кофеина и сахара тонизируется нервная система, то есть такой эффект возбуждения, но начинают после этого, вы, соответственно, снижение, потом вы еще выпиваете один энергетик, тем самым оказывается влияние на сердце. Удлиняется как раз-таки на ЭКГ вот этот отрезочек КУТЭ, он удлиняется, и, соответственно, доказано, что люди, кто регулярно употребляют энергетики, могут страдать аритмиями, которые в дальнейшем угрожают их жизни. Поэтому я энергетики не рекомендую. За кофе, за тем, сколько вы принимаете кофе, следует строго, строго соблюдать вот этот вот режим не больше двух чашек, потому что кофе, во-первых, оно является стимулятором, и кофеин вызывает привыкание. В этом-то и опасность, что вы выпиваете не одну-две чашки, а выпиваете 4, 5 и более. То есть вот на это обращайте внимание. Ну, а мужская мощь всегда на страже мужского здоровья. Первая ссылка в описании под этим видео. Пока-пока и будьте здоровы!